Петр Павлов служил в Афганистане, работал бортовым техником по вооружению, участвовал в десятках операций, получил серьезные боевые ранения. У афганца десятки военных наград, но правительственная – это первая. Работы очень много было. Много товарищей потерял там, особенно первые дни, когда прибыли. И прибыли мы туда в составе подразделения с Германией, нас в эскадрилью. Служил до этого в Германии вертолетом, в полку тоже. Ну и оттуда нашу эскадрилью перебросили в Афганистан. Юрий Захаров был нападающим шахтером в 60-х годах. Именно он забивал голы, когда команда впервые выиграла Кубок Советского Союза. Уже в 62-м игроки повторили триумф. Основа нынешних побед команды была заложена еще тогда, говорит Юрий. Спортивной звезде приятно, что через десятки лет страна оценила его успехи. Она для меня означает то, что наши власти не забывают о людях, которые все-таки постарались для того, чтобы наша страна, наш Донбасс, наш город прозвучал. Ордена и медали, почетные грамоты от кабинета министров. Награждали как директоров предприятий, так и обычных водителей троллейбусов. Отметило правительство и тех, кто имеет успехи не на производстве. Грамоту Кабмина вручили основательницы детского дома семейного типа. Наш Донецкий край богат на людей достойных. Я думаю, что с некоторыми, а может и с многими из вас присутствующих мы еще будем встречаться. Я считаю, что именно в нашей области люди процедатные украинского мова, нашей ридного мова. И потенциал очень огромен, потому что вы сами видели, сколько людей было награждено сегодня государственными наградами. Я думаю, у нас все еще впереди. Высшие государственные награды в 2011-м получили около 50 жителей области. Чиновники говорят, в регионе традиционно много отмеченных правительством. Причиной считают необычайную трудоспособность жителей. Анастасия Волкова, Владимир Ребриков, Панорама.